На этих кадрах, снятых украинской аэроразведкой, земля буквально усыпана телами российских захватчиков. Это результат одной из попыток противника прорвать оборону защитников в Бахмутском районе. Противник, отвлекая внимание на одном фланге, начал атаковать с другого. Полезли в прямом смысле слова, по-пластунски, слева от посадки. Отработали. Это очень хорошая командная работа. Работала аэроразведка. Была по рации с нами постоянная связь. Постоянно нас ориентировали, где находится противник. Это был прямой контакт 3-4 метра к ближайшему противнику. Мы его остановили. Потом пришлось выйти и немного зачистить. Количество российских солдат в момент этого штурма значительно превышало число пехотинцев, обороняющих свои позиции. Итог – потери живой силы противника и спасение раненого танкиста, въехавшего прикрывать работу бойцов на заминированное россиянами поле. Побратимо спас боец с позывным «Герой». Они подорвались на противотанковой мине и начали слезать. Обошли еще три мины, не наехав на них. Я покинул укрытие и стал отрабатывать, чтобы они подошли к нам, прикрывал их. Они не могли самостоятельно двигаться. Поступила команда пойти и вытащить их. Я долго не думая, пошел и сделал это. Тела погибших российских солдат до сих пор лежат на месте гибели, но при этом вновь штурмовать оккупанты не прекращают. Периодически они отрабатывают штурмами. Мы работаем, они также работают по нам. Много летает их дронов, вычисляют технику, бьют по ней. А они используют ударные дроны? Используют. У них много этих дронов. Между боевыми позициями украинских и российских солдат может быть не более нескольких десятков метров. Военные могут слышать друг друга. Часто, говорят бойцы, предложение противнику сдаться в плен приносят результат. Обычно за 50-100 метров от нас находится противник. Да, бывает, мы с ним контактируем, кричим свои кричалки, кричим с целью деморализовать, чтобы у них не было желания воевать, чтобы они сдавались в плен. И частенько это помогает. Круглосуточно под российским огнем, держа оборону ранее занятых позиций, украинские войска продолжают возвращать оккупированные территории Бахмутского района. По данным Министерства обороны Украины, ВСУ удачно продвигается на южном фланге околиц Бахмута. Алена Грамова из Донецкой области для телеканала Freedom.